Бендерские речники чистят русло Днестра от Ила. Впервые на это выделены деньги из экофонда. Пока только на один участок возле села Чобруче. Работы такого масштаба у нас не проводились с советских времен. Но пришло время, когда делать это нужно в срочном порядке. Почему, расскажет Юрий Заяц. Многотонный плавучий кран спустился по реке из Бендер и уже здесь, на месте, пробивал себе дорогу к этому небольшому каналу, откуда качает воду насосная станция. Мы находимся в кабине плавучего крана. Сейчас идет расчистка русла реки у села Чобручий. Ковшом сейчас делается забор Ила со дна реки. Примерно три тонны за одну ходку Ила удается крановщику выгрузить на берег. Есть места, где меньше за Ильна. А есть места, где вообще воды почти не было. Ил сверху. Летом в этих местах глубина была не больше полуметра. И так до середины реки канал вообще практически пересох. И все из-за того, что на дне лежал двухметровый слой Ила. Большая часть его теперь на берегу. Раньше водорослей на реке не было практически. Вот сегодня из-за того, что здесь была практически стоячая вода. Появились водоросли, они 4-5 метров. Во-первых, вот это то, что строились, это специальные водоотводящие дамбы подводные. Она отводит струю. То есть вот местер, он не разбивает берег, его не размывает. Здесь есть инфраструктура определенная для растительных систем. Здесь вода, она задерживается, она управляется. Это уже и растительные системы не могли работать. Еще одна причина захода плавучего крана в эту акваторию – это расчистка нерестовых путей. Сотни метров отсюда – Турунчук, куда в сезон спускается рыба на нерест. И довольно сложно преодолеть это иловое препятствие. Это первично может сказаться на частичной гибели какой-то группы организма, что может повлечь, соответственно, по экологической цепочке гибели остальных. При более объемных масштабах и количестве вот этих иловых отложений, то есть, как мы называем вообще народное, это заеление водоемов, это может привести к значительной или полной гибели водных биоресурсов. За неделю работы речники подняли со дна Днестра более тысячи тонн ила. И теперь река в этом месте в глубину больше двух метров. Это результат работы плавучего крана за неделю. Ил на берегу лежит метровыми слоями. Его отсюда будут вывозить. Минсельхоз проведет экспертизу, и если этот ил будет пригоден для удобрения, то его вывезут на поля. Что делать с Илом, решит комиссия Минсельхоза. Ну а речники здесь проведут еще несколько дней. У них задача полностью расчистить дно канала, через который Днестровская вода попадает на насосную станцию. Юрий Зайц, Александр Киркелан, ТСВ.